Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Я ее ведущий Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня эфир нашей программы будет посвящен работе Тверского хосписа «Анастасия». Я напомню, что хоспис начал свою работу в 2014 году. В 2015 организация получила лицензию на осуществление медицинской деятельности по психотерапии. За достаточно короткий срок инициатору этого важного дела, протеерею Александру Шабанову, удалось собрать сплоченную, дружную команду энтузиастов, которые работают с людьми, которым, к сожалению, их уже не вылечить, но которым помощь, тем не менее, тоже должна оказываться. Была создана выездная служба, в которой работают врач палеотивной помощи, психотерапевт, младший медперсонал, священник, юрист и волонтеры. И сегодня мы поговорим с теми, кто создавал хоспис «Анастасия», кто в нем трудится сегодня, а также у нас сегодня в гостях родственник пациентки, которая, к сожалению, уже скончалась, но вот последние свои дни она была под патронажем помощи, и оказывали сотрудники хосписа, Тверского хосписа «Анастасия». Я представлю для начала наших сегодняшних гостей протеерей Александр Юрьевич Шабанов, директор Тверского хосписа «Анастасия». Александр, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время сегодня к нам прийти. Елена Вячеславовна Школьникова, старшая медицинская сестра хосписа «Анастасия». Елена Вячеславовна, добрый день, спасибо, что сегодня вместе с нами. И Владимир Александрович Замолодский, родственник пациентки Тверского хосписа «Анастасия». Алексей, Владимир Александрович, спасибо большое, что сегодня с нами вместе. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы, касающиеся работы Тверского хосписа Анастасии, вообще хосписов, как таковых, тема эта достаточно такая важная и актуальная сейчас. Можете звонить по номеру 3190, можете присылать свои сообщения в WhatsApp, номер тот же 848223190. Пишите, звоните, ждем ваших вопросов. Александр Ильич, давайте, наверное, с вас начнем. В июле 2014 года для помощи тяжелобольным, находящимся в терминальной стадии онкологических заболеваний, в Твери была создана медицинская автономная некоммерческая организация Тверской хосписа Анастасия. Достаточно большой вы путь прошли, да, уже за эти 7 лет. Расскажите, что это была за работа, насколько сложно вообще было создавать и вот сейчас поддерживать вот это вот начинание, скажем так. Вы знаете, да, большое спасибо за то, что вы пригласили нас на вашу передачу. Тверской хоспис Анастасия – это медицинская некоммерческая организация, это первое. Все то, что мы делаем, мы делаем бесплатно. И существуем мы на пожертвования, на гранты, на добровольное участие людей, понимающих суть того, что такое хосписное движение и вообще идеи палеотивной медицины. В 2014 году в Твери мы начали свою работу и сначала была действительно в 2015 получена лицензия на психотерапию, а потом уже была получена полноценная лицензия на оказание всей палеотивной помощи. Существуют две модели работы хосписов – это хоспис-стационар и так называемая выездная служба, хоспис на дому. Мы, исходя из условий тверских, взяли за основание именно вторую модель и оказываем помощь больным, находящимся в домашних условиях. В Твери пока, к сожалению, нет хосписа как стационара. Я должен сказать нашим зрителям, объяснить два важных момента. Во-первых, хоспис – это не дом, куда уходит человек умирать. Нет, это место, это медико-социальное учреждение, где ему оказывается вся полностью помощь необходимая в состоянии, в котором он находится, в терминальном состоянии. Медико-социальная помощь, помощь духовная. Самое главное решается вопрос обезболивания, грамотного обезболивания, подбора действующих препаратов. И мы, когда начинали работать, то столкнулись именно с проблемой тем, что палеотивные отделения, которые были открыты в Твери и в Тверской области, они не работают в режиме выездных бригад. А люди не все хотят ложиться на койку. Это, к сожалению, называется так, койка палеотивная. И людям нужна помощь в своих родных стенах. И поэтому выездная бригада, которая оказывается рядом с больным, рядом с членом семьи, она оказывает большую помощь. И всегда нужно просто понимать, насколько этот вопрос серьезный. Сейчас мы все, так сказать, смущены проблемами ковида, но палеотивные больные, больные онкологические, прежде всего, четвертые группы, они никуда же не делись. Более того, статистика нам показывает, что их количество увеличивается. За этот вот еще не закончившийся год у нас было более тысячи, там, 1016 обращений. В прошлом году мы сделали около 300 выездов медицинских бригад. У нас работают два врача-апалеатора, две медицинских палеотивные сестры. Более 300 вызовов сделали медсестры. И это помощь, которая оказывается и больным, и членом семьи. Наличие хосписа в обществе – это признак гуманитарного роста. От того, что, так сказать, общество дозрело до идеи, что сопровождать человека нужно от рождения до самых последних дней. И каждый человек достоин заботы, каждый человек достоин участия. Поэтому хоспис развивался с небольшого помещения. Потом у нас сейчас чуть больше помещения. Мы находимся на проспекте Победы-69. У нас есть свой сайт, своя страница в Фейсбуке. То есть все это можно посмотреть. Сейчас у нас 90 пациентов на динамическом наблюдении. Люди приходят, уходят. К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой о том, что о нас узнают достаточно поздно. Но все равно вся та необходимая помощь, которая может быть оказана, мы стараемся ее делать. Наверное, нужно для понимания сказать, что проблема развития хосписо-служб и развития палеотивных служб – это перспективе. Даже по представлению Всемирной организации здравоохранения, мы где-то к 30-му году столкнемся с увеличением числа людей, что называется, доживающих до онкологии. То есть медицина продвинулась, и несмотря на эпидемию, тем не менее, люди живут, и все больше людей дойдет до того момента жизненного, когда они столкнутся с этой проблемой. И развитие палеотивной службы, то есть развитие той службы, которая оказывает помощь, когда уже нельзя излечить человека, излечить, он имправильный, но ему можно помочь. Это вопрос духовного свойства, социального свойства, вопрос свойства ответственности гражданского общества. Поэтому мы сотрудничаем с самыми разными структурами, начиная от представителей по правам человека, заканчивая другими некоммерческими организациями. Я вот заходил на ваш сайт, когда готовился к эфиру, в общем-то, я так понимаю, под девизом как раз-таки нельзя излечить, но можно помочь, хоспис во многом и функционирует сейчас. Вы сказали, что вы работаете по той самой второй модели, по модели выездных служб, выездных бригад, так называемых. Расскажите, в чем особенность, главная особенность оказания вот этого вида помощи и какой отпечаток она накладывает на работу специалистов. Я знаю, что у вас и не только врачи, не только медики, там и психиатры, и в том числе юристы и так далее. То есть большую такую, большую штатацию. Основной принцип оказания палеотивной помощи заключается в том, что с больным работает команда. То есть когда к человеку приходит не только участковый, который заглядывает в дверь, смотрит жив, не жив пациент и выписывает в лучшем случае рецепт. А когда команда специалистов работает и с ним, и с членом семьи. Обучает. Обучает уходу, обучает антипролежной терапии, обучает, расписывает схемы обезболивания, рассказывает и объясняет. Мы выпустили целый ряд брошюр просветительского характера такого на уровне рассказов о том, минимальных знаний, которые человек ухаживающий может получить и должен получить. Потому что помощь, она хороша тогда, когда она оказана вовремя, б, она оказана профессионально. И те люди, которые ее делают, делают это ответственно и сознанием делают. Поэтому у нас все врачи обучены, поэтому у нас постоянно идут какие-то вебинары, какие-то конференции. Мы сами проводили две крупных региональных конференции в Твери, посвященные палеотивной помощи. Все это для нас стратегически важный вопрос. Ее развитие. Ну вот о развитии, да, и о том вообще, как сейчас строится работа Тверского хосписа Анастасия, мы поговорим после небольшой рекламы. У нас короткий перерыв. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Мы возвращаемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Я напомню, наш сегодняшний эфир посвящен работе Тверского хосписа Анастасия. И сегодня у нас в гостях старшая медицинская сестра хосписа Елена Вячеславовна Школьникова. Елена Вячеславовна, ну вы вот среди тех, да, среди тех людей, кто непосредственно вот работает, да, с пациентами хосписа, оказываете помощь тем, да, вот кто уже, к сожалению, как Александр сюда сказал, их уже не вылечить, этих людей. Но вот тем не менее от помощи тоже отказываться нельзя. Расскажите, кто ваши пациенты и насколько сложно вообще работать с людьми во всех аспектах, психологически, да, и профессионально, с теми людьми, которых уже не вылечить, и мы как бы знаем это, мы понимаем. Да, я поняла вопрос. На телефон хосписа ежедневно поступает очень большое количество звонков. Это звонки и просьба проконсультировать, если это из района звонок. Это помощь с расходными материалами, которым нуждаются наши больные. И также это звонки, где родственники просят нас о помощи в обезболивании, так как они не видят поддержки больше других сторон медицины. Естественно, мы реагируем сразу на эти звонки, мы берем все данные, которые нам необходимы для выезда бригады. Мы находим общее время, потому что не все родственники могут подъехать. Не все же проживают с родственниками с больными. Поэтому мы определяемся во времени, к этому времени мы подъезжаем с бригадой. Естественно, мы в первую очередь оцениваем суть расположения, насколько сильные боли, потому что наши больные – это инкурабельные больные, которые действительно находятся в тяжелом положении, и не у всех достаточное обезболивание. Общаемся с пациентом, выясняем его момент боли и расписываем ему лечение. Расписываем ему лечение не только касающее обезболивания, но и сопутствующих заболеваний. Это те проблемы, которые возникают при приеме определенных препаратов опиоидов. Это могут быть и тошнота, это могут быть и запоры, это может быть вообще отказ от еды. То есть мы прорабатываем каждый момент то, что касается пациента, естественно, заряжая его каким-то оптимизмом и немножко придавая бодрость, и говорим, что назначим лечение, и, конечно, человеку вы себя будете чувствовать намного легче. Но вообще удается заряжать оптимизмом-то, потому что многие люди действительно находятся в очень тяжелом, болезненном состоянии. Не всегда, но... За счет чего вот этот оптимизм-то он появляется? Учет участие. Участие именно команды. Когда команда приезжает, человек видит, что он не один со своей проблемой. То есть с ним находятся люди, которые готовы помочь, готовы отдать половину там себя, своей души, чтобы как-то немножко придать ему немножко сил. И часто слышим, когда родственники говорят, вы знаете, он уже неделю не улыбался, и вот вы как-то смогли его сейчас маленечко дать ему такую возможность зарядиться вашей положительной энергией. То есть, естественно, они ждут наших приездов повторно и всегда с большим желанием. Родственники даже говорят, ну вот вроде бы такой причины приехать, и мы не видим, но приедьте, потому что вас ждут. Естественно, срываемся и летим. Естественно, также работаем и с родственниками, у которых мы видим на момент нашего приезда, и усталость в лице, да, и тоже выгорание. Потому что у пациента, у которого не всегда купируется боль, он становится немножко агрессивным, немножко озлобленным, и эту всю озлобленность иногда на себя берут родственники. Потому что человек наболел, и, естественно, первым, кто рядом с ним находится, это родственники. И они начинают отчаиваться в том, что ну как так получается, да, мы же рядом с ним, мы за ним ухаживаем, мы его любим, а как так получается, что вот агрессия, она на нас. Я говорю, вы ближе. Обычно так и получается, что мы срываемся на тех, кто ближе. Это не от того, что он их не любит, это от того, что просто человек наболел, настолько болит, что оказываем психологическую помощь, как и больному, так и родственникам, которые нуждаются в этом. Потому что момент выгорания, и также разговариваем о том, что ищите любой момент, минутку тоже отдохнуть, тоже как-то немножко отвлечься. И смотрим также на момент пролежней, смотрим пациента, в чем он нуждается. Потому что часто родственники говорят, да мы ухаживаем, все как бы хорошо, мы вот его обрабатываем, моем. Но не всегда родственники владеют информацией все, что сейчас есть на рынке тогда, скажем, и все, что есть в сети, аптеках, то, что материалов очень много. Вот как раз, да, вот хотел следующий вопрос, буквально вы предосхитили, я тоже вот на сайте у вас видел, когда готовился, там достаточно большой перечень оборудования, которое вы, еще раз, Александр Ильич, на безвозмездной основе предоставляете. Родственникам расскажите, за счет чего вы помогаете, какое оборудование используете, и насколько оно помогает действительно людям хоть немножко, но боль унять. Да, когда мы приезжаем, мы оценим всю ситуацию, мы видим сами, даже родственники нас не просят, но мы оценим ту обстановку в доме, в квартире и предлагаем уже сами. Мы предоставляем противопролежневые кровати, функциональные кровати. Да, мы предлагаем противопролежневые матрасы, каталки, ходунки, прикроватные туалеты, то есть также средства гигиены, это пенки для мытья тела, очищение мытья тела, это шапочки для мытья головы, которые очень на данный момент пользуются большим спросом. Это всевозможные салфетки антисептические для обработки пролежней, потому что каждый пролежень на каждой стадии, то есть определенный вид салфеток. И чем они удобны? Не надо родственника переворачивать и пытаться поменять салфетку ежедневно. Наши салфетки работают по одному, по двое суток, то есть их можно не менять, потому что они на мазевой основе и мазь работает в течение двух дней. У меня такой еще вопрос, я сейчас вас слушал. Как часто выездные службы, выездные бригады к одному пациенту приезжают? То есть есть ли какой-нибудь лимит каждый день или раз в несколько дней? И как вы понимаете, как часто к человеку нужно за той самой, может быть, улыбкой и так далее приезжать? Все зависит, наверное, от тяжести болезни? От тяжести болезни это раз, потому что мы корректируем, я говорила, мы корректировать можем и по телефону, мы корректируем. И при каждом нашем визите к пациенту лечения все равно. Это не просто приехать, улыбнуться, да, это еще что-то немножечко подкорректировать, добавить или убавить определенный препарат, потому что если человеку улучшилось немножко состояние, что-то можем из списка. Для родственников важно, чтобы это было все по пунктам расписано, потому что вот и по времени тоже все это расписываем. К пациенту, если я вижу, что он тяжелый, мы можем приезжать ежедневно. То есть, если нет, то два-три раза в неделю все равно. Понимаете, паллиативная служба, она чем уникальна, она переламывает несколько стереотипов. Вот один из таких наших стереотипов, это когда человек уходит из этой жизни, и родственники говорят о нем отмучился. То есть, предполагается, что человек должен пройти последний вот этот свой путь жизни в каких-то мучениях. И это неправильно, потому что именно человек, которому облегчили его существование при помощи, вот всего вышеперечисленных, средств инструментальных разного рода, и помощи врача-палеатора, и медсестер, прежде всего, он примиряется с жизнью, с финалом жизни, он примиряется с близкими. Он уходит не с проклятием, он уходит с благодарностью, он уходит обезболенным. Это очень важно. Нельзя терпеть чужую боль, и нельзя терпеть свою боль. Чтобы последние дни хоть немножечко удалось смягчить... Это могут быть месяцы. Хоспис — это не то место, куда сдали человека, и все, и забыли о нем. В хосписе, наоборот, могут выправить ситуацию, и потом человек вернется домой, если речь идет о стационаре. Также и при домашнем уходе, при правильных действиях медицинской сестры, палеоативной, меняется состояние больного, даже тяжелого. То есть тяжело больные, да, давайте это закрепим, то есть тяжело больные при должном уходе, при должном подходе в специалисты хосписов, в том числе, могут возвращаться и к нормальной, полноценной жизни. Полноценной жизни нормальной — это вопрос. Но, понимаете как, палеоативная помощь — второй принцип, о котором я хотел сказать. Это только в России складывается ситуация, зачастую, когда, например, уровень боли человека определяет врач. Весь мир давным-давно работает по схеме, уровень боли определяет сам пациент, от одного до десяти. И, исходя из этого, так сказать, выстраивается его лечение, палеоативное лечение, его палеоативная помощь. Ну, Владимир Александрович, вот хочу предоставить вам слово. Ваша супруга была пациенткой хосписа Анастасия. Расскажите, пожалуйста, как вообще узнали о работе хосписа и почему решили вот таким образом своей супруге помочь? Расскажите, пожалуйста. Я немного вернусь назад, обратно. Помните, прошли по федеральным каналам и средствам массовой информации по поводу медсестры-пенсионерки, которая сделала укол обезболивающий. Один укол. А следом, через некоторый промежуток, главный врач. От отца осталось, видимо, там что-то, он сделал укол. Медсестре два с половиной года, четыре с половиной, в объясе, фир, чуть не рукоплескали. Это что? А я в этот момент как раз. У меня же тоже эта дорожка искать. Я вот как сижу, я такой и был. Благо, ну, каждую неделю пакет, да, я просматриваю информацию. В курсе, что вокруг, что у нас здесь делается. И вот в караване, главный редактор Марина, Мария Орлова, смотрю несколько строчек всего, строчек, хоспис, но я еще не понимал, честно говорю, я ничего не понимал. Хоспис, ну, что-то с онкологией, что такое, но, учитывая свое состояние, что куда бежать, кого спрашивают, ну, что делать-то мне? Вот он, момент наступает. Надо облегчить боли, я знаю, мы все знаем, что это такое, но чем? Руки и голова. И вот благодаря этим строчкам вот я нашел и начал по телефону, и договорились мы о встрече. И я, когда встречался, я не просил, что заберите у меня ее, ни в коем случае. Я попросил, попросил, помогите, с чего мне начать? Ну, ничего, я не знаю. Меня выслушали, пошли на встречу, буквально приехали, посмотрели. Это страшный тип, он наружный. Тут не так просто это все поляну видеть. Привезли мне все, что, во-первых, гели, мази, пену, салфетки, ну, очень много. Я, конечно, ну, удивлен был. Это все бесплатно. Вот, может, люди думают, нет, это все бесплатно. Без копейки даже не заплачено. Показали, обучили. Я промаркировал или пронумеровал каждый сосуд, порядок определенный, для чего и как. Потом посмотрел, думаю, нам ведь надо еще и в резерв взять. Выписал все производители в аптеку, показал, говорю, мне укомплектуйте, ради бога, вот этот вот список. Да, все получилось. Я знал, что мне стало спокойнее, в каком плане, что за спиной у меня еще есть. Ну, кончится, мало ли что. У меня все лежит. Насчет скорой помощи, вы, наверное, удивитесь, но она почти была каждый день. Это вот те самые, да, вы, выездные бригады. Почти каждый день. Два доктора, я могу назвать, да, Алена Ефим, мы с женой онкологи-врачи. Каждый день практически по 40 минут, это минимум. Но не просто они, они, во-первых, смотрели, как я работаю. Приезжала еще, мисс сестра Ватоксана тоже приезжала. Как я, правильно ли я все делаю? Где-то усили, где-то уменьшили. А Ефим с Аленой, вот врачи, они корректировали. И, мало того, звонки еще поступали. Как вы, Владимир Александрович, как у вас сейчас нормально? Я говорю, терпимо. Ну, я вижу состояние. Терпимо. Завтра мы приедем. Опять приезжают, опять это убираем. Понимаете, как? Особенно сложно оказалось в пластыре. Там по часам. 48, потом 6, то-то, убрать то-то. Это, значит, непрерывный накопительный процесс пошел. Я это все понимал прекрасно. Знаете, конечно, до самого, в общем, сопровождали. Я, честно скажу, вот при всех людям низки поклонным, таких сейчас, вы знаете, ну, с трудом найдете вы, чтобы так шли навстречу, помогали. До самого последнего почти вздох. Можно так сказать. Ну, вы, да, сейчас еще один вопрос. Владимир Александрович, ну, вы вот, как бы вы оценили вообще эту помощь, которую вот в целом сотрудники хосписа, да, не только наши, вообще вот такие организации оказывают тяжело больным пациентам и их семьям. Нужны такие организации? Вы, может быть, читали, прежде, Анна Константиновна, не слышали эту фамилию? Да, слышал. Слышали? Да. Вот я хотел ей тоже и к ней, уже у меня в планах было, думаю, если что-то, я, значит, туда. Все-таки она с президентом тоже встречалась, и эту, насчет хосписов, и мама занималась, и она. Конечно, надо. Это многогранный вопрос, вот так просто его не решишь. Это действительно сложно. Но лично вот у меня такое мнение, что мы сейчас онлайном пользуемся, образование даем, там даем, то-то, 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 консультации, всевозможные. Тут надо развить идея хосписа, профессионально, капитально надо развить ее. Регион большой, где-то не хватает, не закрыт сотовыми телефонами, где кричат, там компьютеры, интернета нет. При желании, если достойно относиться к больному или вообще к больным, можно всегда найти и компьютер, и подключить администрацию. А почему нет? Местные выселения, их посмотрите, сколько вы, прикиньте, а депутаты где? Где депутаты? Их не знают, их не видят. Это надо вот таким, ну это сложный вопрос. Люди плохо у нас знают о том, что есть хосписы, для чего они нужны. И вот у нас в Тверской области, да, есть хоспис Анастасия. Хоспис для субъекта региона, это что-то исключительное получается? Нет, во-первых, смотрите, по поводу информированности. У нас большое количество обращений связано с пациентами, чьи родственники уехали из Твери и живут в Москве и в Санкт-Петербурге. И там слово хоспис на слуху, и оно достаточно понятно, оно уже стало частью социального общения. То есть это вот люди понимают, что есть школа, есть университет, есть больница, есть хоспис. И понимают значение этих служб. В той же самой Москве сейчас действует 8 хосписов. 4 хосписа в Петербурге. У наших соседей достаточно давно, с 96-го года, действует большой хоспис в Пскове. Хоспис открыт в Смоленске при онкологическом диспансере. Хоспис существует в Самаре, есть в Туле, есть в Рязани палеотивное отделение, которое работает в режиме хосписа. Хоспис – это отдельно должно быть стоящее здание. Это не должно быть палеотивное отделение на этажах больницы, где люди инкурабельные пересекаются с выздоравливающими. Хоспис – это место, куда родственник может прийти круглосуточно и получить консультацию у врача, и получить психологическую помощь для самого себя, если необходимость есть. Хоспис – это место, где создают условия домашние, где создают условия тепла. И поэтому процесс, вот сейчас в России существует 40 действующих хосписов, которые работают в режиме государственных бюджетных учреждений. Хоспис и должен быть именно таким. Возможно, он будет частно-государственное партнёрство, но всё равно основная нагрузка ложится на плечи государства, потому что в хосписе обезболивающие, это деньги, которые выделяются из бюджета на оказание палеотивной помощи. Но это универсальное место. Это место, которое бы могло действительно стать домом милосердия, домом милосердия, но не домом презрения, в том смысле, что там принимают человека и создают ему достойную жизнь до конца. Они просто продлевают последние часы. И всё это есть в России. Вот сейчас строится хоспис в Уфе, благодаря политической власти главы республики, насколько я знаю. Строятся детские хосписы в Крыму, об этом речь, по крайней мере, идёт. В Самаре существует два хосписа. Есть государственный хоспис, и есть хоспис, который работает так же, как и мы в режиме некоммерческой организации. То есть это сам по себе вопрос создания хосписа, он и гуманитарный, и в то же время политический. Потому что если, например, в Твери появляется действительно новое здание, достойное, которое проработано по всем современным технологиям, которое работает в режиме 24 на 7, и у которого есть свои выездные бригады, то мы решаем один очень важный вопрос. Вопрос, я это называю вопрос невидимых больных. Потому что наши больные, палеотивные больные, онкологические, они, получая выписку из онкодиспансера, отправляясь на, так сказать, под присмотр своего территориального терапевта, они становятся невидимы для общества. То есть о них знают кто-то, родственники знают. А нужно просто понимать, что если больной онкологический, если больной инкурабельный, то вокруг него образуется своего рода черная такая воронка, которая засасывает финансы, нервы, здоровье, силы родственников. Наличие хосписа снимает эту проблему. Не полностью, но она снимает, она решает эту проблему. И поэтому появление такого медико-социального учреждения в Твери, буквально в 200 километров от Москвы, нам никуда не надо ездить, учиться. Если мы попадаем в программу развития палеотивной помощи, то было бы очень достойное решение. Вы сказали о том, что 40 хосписов, получается, на 86 субъектов Федерации. Да. Не кажется ли вам, что это достаточно мало, и почему тогда никак этот процесс у нас не встает на нужные рельсы? Дело в том, что создание хосписа – это всегда решение местных властей, потому что это связано с бюджетом, это связано с определенной развитией стратегии медицины в регионе как таковой. Их было больше в свое время, когда хосписное движение развивалось в 90-е годы. Но потом какое-то количество закрывалось, какое-то количество недофинансировалось. А содержать хоспис не так дорого, как могло бы казаться, потому что там нет высоких медицинских технологий, там нет лаборатории, там нет операционных, там нет КТ, МРТ. Там есть самое главное, там есть забота, обезболивание, уход и возможность родственникам постоянно общаться со своими близкими. Лечит все. То есть человек не должен быть один в этом мире, особенно когда он из этого мира уходит. И то, как мы относимся к этой проблеме, трикошетит на нас самих, потому что когда-то нам самим придется уходить из этого мира. И какой пример мы дадим нашим детям в отношении к близким, уходящим, болеющим людям, родственникам, этот пример мы пожнем, результат этого примера в своей собственной жизни. Поэтому вопрос хосписа, это и, повторюсь, гуманитарный, и религиозный, и социальный, и политический. В общем, политический, да. Лена Вячеславовна, к вам еще такой вопрос. Вы вот когда приходили на работу в хоспис, вообще ожидали, что вас ждет, и насколько вот это решение тяжело удалось? Потому что обычным-то врачам, как мы сейчас все знаем, в условиях пандемии не всегда просто. А работать с людьми тяжело больными, которым уже, вы понимаете, что им уже во многом не помочь, насколько это тяжело для вас решение удалось? Насколько вот сейчас эта работа дается вам? С какими усилиями? Ну, если честно, то когда я пришла, я об этом даже не думала. То есть я понимала, куда я иду, и какая от меня нужна будет помощь. Это стопроцентная выкладка. Это есть, конечно, какие-то эмоциональные моменты, моменты, когда ты привязываешься к больному, потому что ты проникаешься в его болезни, его, и проникаешься проблемами. И когда ты с родственниками 24 на 7, а именно так работает телефон хосписа, то какая-то между нами завязывается связь такая вот внутренняя, она невидимая. Но и тяжело, тяжело, но мы справляемся. У нас есть в штате психолог, который с нами работает, проводит с нами определенные занятия. И ты понимаешь, да, ты можешь, ты опять в строю. Когда ты помогаешь, ты сталкиваешься с тем, что люди, которым ты помогаешь, они тебя тоже многому учат, и происходит так называемый волновой эффект. То есть ты видишь, вот то же самое Владимир Александрович говорит, очень приятные слова благодарности, то есть ты понимаешь, что твой труд имеет значение. Хотя речь идет о ситуации печальной, но тем не менее, все значимо в этом мире. И наше отношение к людям, находящимся в состоянии тяжелой болезни, это свидетельствует о нашем каком-то внутреннем собственном зрелости и вообще, так сказать, человечности таковой. У меня такой еще вопрос сейчас, не могу не спросить, в нынешних как бы современных реалиях, пандемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы деятельности, в том числе, понятное дело, на медицину. Вы почувствовали сложности в работе? Что вообще изменилось? При пандемии, при начале пандемии, прежде всего, произошло то, что многие палеотивные отделения, они стали закрываться под ковидные койки. То есть число людей, оказавшихся, мы смотрим по статистике, столько людей, сколько мы проводили в 2020 году, превосходит показатели предыдущих годов в разы. То есть это, и речь идет именно о выездной службе. То есть столько людей не смогли лечь на палеотивную койку, и им была оказана помощь. Подсказывают мне наши редакторы, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, зритель до нас дозвонился, а вы в эфире, слушаем вас, говорите. Большое спасибо людям, работающим в хосписе. Я ощутила очень остро на своей судьбе необходимость такой службы. И очень правильно ставит вопрос священник, участвующий в передаче о том, что большая роль и большая необходимость в отдельных зданиях на эти цели, которые ставит хоспис Анастасия. И я считаю, что большая недоработка администрации Твери, финансирование этой работы и работы, связанной с обеспечением не только онкобольных, но и людей, которые нуждаются просто в помощи социального работника и обладают, в общем-то, очень ограниченными возможностями по обслуживанию себя. Спасибо большое. А вопрос будет какой-то от вас? И просьба у меня, просьба у меня состоит в том, поскольку я включилась поздно, чтобы номер телефона хосписа Анастасии еще повторили и сказали, есть ли там специалисты по анализу крови, могут ли подъехать, и есть ли терапевты, потому что у людей много запутствующих заболеваний, в том числе терапевтических. Спасибо большое. Александр Ильич, ну вот люди просят, давайте еще раз тогда напомним, телефон, по которому можно связаться с хосписом Анастасия, адрес, где вы находитесь, и вот вопрос по специалистам. Ну, Александр Ильич мне передает бумагу, но давайте я звучу, хорошо? 48-22-36-03-46, это номер, да, телефона? Городской. Городской, да. Город Тверь, проспект Победы, дом 69. 9. Александр Ильич, ну вот вопрос по специалистам. Расскажите. Специалистам лучше или иначе? Иначе, да, наверное, лучше к вам. Да, конечно, мы отреагируем на любой звонок, который к нам поступит, мы обязательно приедем. У нас все специалисты, конечно, помогут и с проблемами терапевтического характера, и откорректировать показатели крови, если это возможно, назначить дополнительно какие-то препараты, которые поднимут тот же гемоглобин, снизят те же лейкоциты. То есть, если будет звонок, будет просьба выехать, бригада не откажет, конечно, к вам приедут. Ну, еще раз давайте напомним, да, 48-22-36-03-46, это городской номер. Также можно на сотовый номер, и как бы, потому что этот номер работает круглосуточно, 24 на 7. Есть сайт, есть страницы в Фейсбуке, там все контактные телефоны существуют. Да-да, сейчас просто в поисковике можно найти все контакты. Ну, я, к примеру, звонила достаточно женщину уже, да, в возрасте, может быть, с интернетом сейчас не все еще дружат. Следующее, ну вот у нас заканчивается, к сожалению, время эфира, но важный вопрос не могу не спросить. Хоспис сейчас ваш работает, да, в модели выездных бригад, но, наверное, было бы проще, и возможность оказания помощи была бы более, как бы, да, широкая, если бы было стационарное помещение. Вот о чем наша телезрительница сейчас спрашивала. Какова перспектива вообще создания такого полновесного открытия стационарного уже хосписа? Я повторяю, что это вопрос открытия стационарного хосписа к государству. Это должен быть отдельно стоящий здание, это должна быть отдельная строчка в бюджете для финансирования такого ГБУЗа. Собирается свой штат, делается проект, и он функционирует. И у этого хосписа существуют свои выездные бригады, потому что нет необходимости сразу человека помещать в хоспис. Врач выездной бригады, который работает в хосписе, он может покурировать на дому. В определенный момент, когда он видит, что помощь дома уже недостаточно, человека по рекомендации врача госпитализируют уже в хоспис. Но, говорю, что это продуманный процесс, осуществляемый в других городах России, в многих городах России, которые у нас, к сожалению, пока отсутствуют. Я правильно понимаю, что инициатива в данном вопросе исходит всегда сверху? Мы выступали с инициативами, но они не были поддержаны. К сожалению, Тверское правительство считает, что достаточно на 420 тысяч населения Твери 18 коек, палеотин, это звучит просто, место, куда ты уходишь, это на койку ты идешь. 18 коек, причем даже не в городской, а в районной больнице, в ЦРБ. И это неправда. Есть жесткий подход. На 100 тысяч населения должно быть 10 палеотинных коек. То есть на город Твер должно быть минимум 42 палеотинных коек. И они должны существовать в режиме именно хосписа. Как я уже города перечислял, можно вспомнить еще, например, Липецк, Ростов-на-Дону. И это все, я так понимаю, решаемо, потому что, повторюсь, существование хосписа не является проблемой больших финансовых затрат. Ну вот еще все-таки маленький вопрос, уточнение по поводу как раз-таки затрат. Я так понимаю, что вы сказали, что все помощи, препараты, они приобретаются на деньги организации, деньги хосписа. А вот кто вам-то помогает? То есть понятно, что ресурсы, они не безграничны. Да, мы, к сожалению, время от времени находимся в состоянии таком подвешенном, потому что гранты кончаются, существует поддержка фандрайзинговая, жертвы добровольные, существуют целые программы, которые помогают нам собирать какие-то средства. Но это все, так сказать, пошагово происходит. Конечно, желательно, если бы была какая-то постоянно действующая схема, стратегия. В нашем случае это бюджетные деньги. Бюджетные, возможно, какие-то другие сложные схемы сейчас разного рода осваиваются. Главное, что понимало сообщество, тверское сообщество, и медицинское сообщество, и политическое сообщество, что вопрос, касающийся палиативных больных, инкурабельных больных и хосписов, это вопрос не третьего, четвертого порядка, а это один из важнейших вопросов, потому что в перспективе, и мы с этого начали нашу передачу, в перспективе количество и палиативных больных, и требующих больных палиативной помощи будет только увеличиваться. Ну что ж, я благодарю моих сегодняшних гостей за участие в программе. Я напомню, что сегодня мы говорили о работе Тверского хосписа Анастасия. Уже около семи лет организация помогает тяжелобольным людям на территории Твери и близлежащих населенных пунктов. Спасибо большое за участие. Я напомню, что вы смотрели программу «Тема дня». Мы работали в прямом эфире. Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok